Привет, это Марк Бартон. Я рад, что вы смотрите это видео. Сегодня мы поговорим о том, как узнать, что мужчина серьезно настроен на отношения с вами и действительно хочет создать семью. Прежде чем мы перейдем к обсуждению этой темы, я приглашаю вас пройти бесплатную регистрацию на участие в онлайн-курсе «Я такая одна, удобная или уникальная». Это удивительный курс для абсолютно любой женщины, которая хочет изменить свою жизнь к лучшему, стать счастливой, целостной, осознанной, наполненной и, наконец-таки, начать жить со здоровой самооценкой в счастливых и гармоничных отношениях. Я очень часто получаю вопросы от девушек, которые спрашивают, Марк, как мне понять, по каким признакам понять, что мужчина действительно настроен на серьезные отношения и хочет создать со мной семью? Мы в отношениях уже год-два года и вроде бы у нас все хорошо, но разговоров о том, чтобы я вышла замуж, о том, чтобы создать такую крепкую ячейку общества, мужчина не поднимает. Иногда я говорю ему о том, что мне бы, конечно, хотелось крепкую семью, счастливую семью, но мужчина говорит, что еще рано, мы еще не готовы и так далее. В одном из своих видео я как-то говорил о том, что есть две категории женщин. Есть женщины средства для достижения цели, а есть женщина цель. То есть, когда мужчина знакомится с женщиной и понимает, что хочет создать с ней семью, он делает все возможное, чтобы это произошло. Если же мужчина воспринимает женщину как средство для достижения цели, он выстраивает с ней отношения в совершенно ином ключе. То есть, он занимается своей жизнью, занимается планированием своей жизни, при этом в эти планы женщина не входит. Итак, давайте мы начнем вот с чего. Очень часто в отношениях мужчины и женщины мы можем столкнуться с следующим. Каждый несет ответственность за себя. Да, вроде бы мужчина делает какие-то подарки на праздники, на день рождения, но женщина сама обеспечивает себя, женщина сама оплачивает свою квартиру, женщина сама оплачивает свои потребности, свои нужды какие-то. Мужчина находится в стороне. Очень многие девушки даже пишут о том, что они берут в долг у своих мужчин деньги. Или не знают, как просить у мужчины деньги. Не знают, как намекнуть ему на то, чтобы он помог финансово. Это действительно такие тревожные звоночки, которые сообщают, что в отношениях нет доверия, но кроме доверия в отношениях отсутствует общий единый план. То есть, отсутствует ценность взаимоотношений. И я, наверное, не буду растягивать это видео на полчаса, постараюсь очень коротко объяснить и рассказать о поведении мужчины, который действительно серьезно настроен на отношения с женщиной. Первый и основной момент. Общаясь с вами, мужчина относится к вам так, как будто бы вы уже являетесь его супругой, как будто бы вы уже его жена. Это проявляется абсолютно в разных сферах. И финансовая поддержка, и подарки, и забота, и помощь, и ответственность, и поддержка в трудные минуты. То есть, мужчина полноценно включен в ваши взаимоотношения. У него отсутствует принцип «дашь на дашь». То есть, ну, вот когда мы будем жить вместе, тогда посмотрим. Или вот когда будешь моей женой, тогда посмотрим. А вот мы присмотримся еще получше друг к другу, тогда посмотрим. Здесь, конечно, очень многие мужчины могут обвинить меня в том, что, а с чего это вдруг я должен брать на себя ответственность, если мы еще плохо друг друга знаем. При этом мужчина готов к сексуальной близости женщины, мужчина готов получать от женщины верность, мужчина готов получать от женщины поддержку, заботу, ласку, внимание. Он готов получать от нее ее сексуальность, ее женственность, ее красоту. То есть, если быть честным и откровенным, на каких женщин мужчина обращает внимание? На ярких и заметных, на ухоженных девушек, которые красиво одеваются, следя за своими волосами, за своей кожей. То есть, женщина, от которой пахнет женщиной. То есть, ты проходишь мимо нее, поворачиваешься и понимаешь, ух, какая. Вот эта фраза «ух, какая», она очень многими мужчинами воспринимается буквально и банально. Ух, какая – это что-то стоит. То есть, женщина откуда-то берет деньги на то, чтобы следить за собой, ухаживать за собой. Она следит за своим здоровьем, за своей внешностью. И, естественно, ее красоту нужно поддерживать, ее сексуальность, ее привлекательность. Наверное, так все люди устроены, что мы хотим получить много, но при этом затратить мало. Да, там, немного работать, но при этом получать огромную прибыль. Не сильно стараться в отношениях, но при этом, чтобы в этих отношениях все было гармонично. Желание, конечно, хорошее, но не у всех это получается. И вот, когда мужчина встречается с женщиной, его первая задача – что сделать? Все возможное, чтобы ее красота стала еще краше, ее женственность стала еще более женственной, ее сексуальность еще более сексуальной. То есть, все, что у нее было до встречи со мной, я, как нормальный мужик, должен удвоить, умножить хотя бы на два, чтобы у женщины появилось четкое ощущение, что она действительно рядом с надежным мужчиной. И здесь вам, как женщинам, конечно, будет очень интересно и полезно узнать вот что. Попробуйте проанализировать свое состояние до встречи с вашим мужчиной. Почему это важно и почему это необходимо? Вы наверняка помните, как вы себя чувствовали до того периода, как появился ваш мужчина в вашей жизни. Как вы выглядели, каким было ваше настроение, какая была у вас женственность, насколько была проявлена ваша сексуальность, ваша реализованность. И теперь посмотрите на отношения уже рядом с мужчиной. Это состояние улучшилось, то есть вы стали еще более наполнены рядом с мужчиной, чувствуете себя спокойно, уравновешенно, комфортно, понимаете, что рядом с вами надежный человек, который вас поддерживает. Либо все-таки в отношениях с ним вы начали терять себя, предавать себя, предавать свои чувства, предавать свои интересы, свои ценности. И, конечно, многие девушки, например, если мы говорим про настроение мужчины на серьезные отношения, с воодушевлением воспринимают приглашение мужчины в сожительство. Когда мужчина говорит о том, что давай поживем вместе. Для многих девушек это чуть ли не предложение выйти замуж. И на самом деле это обманчивое предложение. Мужчине просто так удобно. То есть он предлагает женщине стать для него удобной. И миллионы женщин соглашаются на это удобство. То есть они идут в отношения, думая, что там он присмотрится ко мне, сделает какие-то выводы для себя и сделает мне предложение. Но даже в отношениях, когда вы уже живете вместе, там тоже вы можете наткнуться на абсолютно разные состояния. У вас может быть раздельный бюджет. Вы можете быть пополамщиками и складываться на оплату квартиры. Вы можете быть, наоборот, таким донором в отношениях. Не только эмоциональным, чувственным, но при этом еще и финансовым донором. Быть поддержкой для мужчины. Тащить его на себе. Спасать его от чего только можно спасти. От безработицы, от безденежья, от проблем. То есть быть для него такой мамочкой. И здесь, конечно, когда женщина соглашается на сожительство, когда женщина соглашается быть в таких пробных отношениях, ее мысль о том, что мужчина действительно серьезно настроен, крепнет. Она усиливается. То есть женщине кажется, что если мы живем вместе, то я в одном шаге от создания семьи. На самом деле сожительство свидетельствует о том, что вы очень далеки от создания семьи. То есть не в одном шаге от заключения брака и вступления в союз. А наоборот, вступление в сожительство отбрасывает вас от создания семьи на многие-многие-многие километры. Если мы, например, говорим про отношения, в которых мужчина действительно себя уже на стадии ухаживания, влюбленности, страсти ведет как глава этих отношений, это действительно очень хороший знак. Что значит как глава отношений? Мужчина интересуется, есть ли у женщины возможность заплатить, например, за жилье, если она живет в съемной квартире. Мужчина интересуется тем, есть ли у женщины одежда. Времена года у нас разные, мы не живем в одном климатическом режиме. Хотя, может быть, кто-то и живет, не знаю из вас. Но в любом случае мужчина интересуется, что женщина ест, где она живет, как она следит за собой. То есть он вкладывается в женщину, он делает все возможное, чтобы она осознала и поняла, рядом со мной ответственный, сильный мужчина, на которого можно положиться. Если же ваши отношения состоят из встреч для секса, праздники, тусовки, но при этом ответственность за жизнь, то есть за какие-то бытовые вопросы лежит исключительно на вас, и мужчина туда никаким образом не проникает и не интересуется вашей жизнью, это яркое свидетельство того, что у мужчины нет никаких планов на вас. Он пользуется вашим ресурсом так, как ему удобно. Опять вернусь к мужчинам. Ведь мужчины бывают разными, знаете. Я недавно смотрел видео тоже на YouTube-канале, не помню, как зовут этого чудо-человека, который нашел там мои интервью, нарезал из этих интервью какие-то кусочками, значит, и комментирует мои высказывания. И вот он там, значит, рассказывает о том, что якобы какой Марк Бартон там сумасшедший, что это я буду брать на себя ответственность за женщину, если я не знаю, какая она, если я не знаю, какая она там чуть ли не в постели, в быту. И здесь, конечно, мне хочется вот о чем сказать подобного рода мужчинам, которые хотят присмотреться к своей женщине в постели и в быту. Давайте мы поговорим о следующем. Очень многие мужчины, я бы сказал, таких мужчин большинство, очень ревностно, с ревностью относятся к прошлому женщины. То есть, несмотря на то, что кто-то с пониманием относится к этому, да, у тебя до меня были партнеры, ну что же поделать, в глубине души каждому мужчине хочется, чтобы он был первым и единственным у женщины, чтобы он был таким царем, королем, и рядом с ним находилась девушка, к которой никто никогда не прикасался. И у меня возникает вопрос тогда. Если вы встретите вот такую женщину, которой никто никогда не прикасался, целомудренную девственницу, которая ни с кем не обнималась, не целовалась и не занималась сексом, к чему вы будете присматриваться в сексуальной жизни? То есть, вы чего ожидаете? Что она там встанет на мостик, ногу в шпагате задерет кверху, как-то в прыжке будет на вас набрасываться. Естественно, поведение такой женщины будет неумелым, возможно, даже где-то наполнено страхами, комплексами, каким-то стеснением. И ваша задача, как мужчины, используя свою внутреннюю опору, свою мужественность, свой интеллект, сделать все возможное, чтобы рядом находящаяся с вами женщина, ваша возлюбленная, раскрыла свою сексуальность. То есть, раскрытие сексуальности в женщине – это задача мужчины, одна из основных задач мужчины. Если у вас этого не получается, и вы позволяете себе сказать женщине о том, что она там никакая в постели, никакая любовница и так далее, дело не в женщине, а дело именно в мужчине. Потому что основная эрогенная зона у женщины находится не в области груди, паховой зоны, либо коленки. Основная эрогенная зона у женщины находится вот здесь, это ее мозг. И когда вы умеете интеллектуально, это не значит, что нужно играть с ней в шахматы, либо заниматься вычислением, делением или умножением. Нет. Когда вы интеллектуально развитый человек и понимаете хотя бы приблизительно, как устроена женщина, у вас получается раскачать ее сексуальность. Действительно превратить свою женщину в книгу, листать ее без конца и без края и помогать ей развиваться в этих отношениях. Если этого не получается, то проблема уже не в женщине, а, конечно же, в нас, в мужчинах. Следующий момент очень важный. По поводу бытовых вопросов. Опять же таки, интеллектуальный, зрелый, полноценный человек никогда не будет сравнивать свою женщину с женой своего друга, которая умеет печь 25 видов пирогов, от баклажан заканчивая клубникой. А вот моя умеет только два. Он не будет равнять свою женщину на свою маму, говоря о том, что у нас дома было вот так, ты должна делать тоже так, как делала моя мама. А вот давай у нас будет в комнате, например, много цветов, но из-за навески не желтого цвета, а какого-то бежевого, например. То есть это же все такие элементарные вопросы, которые обсуждаются. Поэтому, когда женщина, например, слышит фразу «нам нужно присмотреться друг к другу», это говорит еще раз о том, что вы никогда не присмотритесь. То есть если мужчина пытается присмотреться не к душевным качествам, не к женственности, не к ценностям женщины, а к ее проявлению как любовницы, к ее проявлению как хозяйки, это яркое свидетельство того, что с вами мужчина, который сам в себе не разобрался, он не понимает, для чего он живет. Поэтому это второй момент. Это два самых основных момента. Первое. Мужчина, еще не будучи мужем, уже относится к женщине как муж. Он заботится о ней, он оберегает ее, вкладывается в нее, несет ответственность за нее и финансовую, и чувственную, и за безопасность ее, и физическую, и эмоциональную. И, конечно, этот мужчина никогда не будет произносить фраз, о которых я сказал. «Нам нужно присмотреться, нам нужно узнать друг друга получше». Еще очень важные моменты, на которые необходимо обратить внимание, это такой комплекс. Здесь невозможно, знаете, вот что-то выбросить, а что-то оставить. Все-таки мужчина, который действительно серьезно настроен на создание отношений, он погружает свою женщину в абсолютно разные состояния. То есть он и разговаривает с ней, он интересуется ее жизнью, он интересуется ее семьей, он знакомится с ее семьей. Этот мужчина делает предложение официальное, то есть он не рассуждает, что вот я бы, возможно, когда мы присмотримся, мы бы и создали семью. Он делает предложение женщине, он вводит ее в круг своего общения, он не скрывает от нее своих заработков, он не скрывает от нее, то, каким образом он зарабатывает. То есть у него нет никаких тайн, он с этой женщиной взаимодействует очень открыто, искренне, он не пытается что-то скрыть от нее, обмануть ее. Она в отношениях с таким мужчиной, вы в отношениях с таким мужчиной чувствуете себя полноценной женщиной, которая находится на своем месте. Не бывает таких разговоров, это не твое дело, как-нибудь в другой раз расскажу, узнаешь об этом, придет время и ты узнаешь и многое-многое другое. Поэтому я надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Если рядом с вами находится мужчина, который транслирует подобное поведение, это здорово и прекрасно. Здесь, конечно, тоже очень важный момент. Очень часто вы можете встретить такого мужчину с абьюзивными наклонностями, то есть насильника самого настоящего, который пытается вас заманить к себе, то есть он пытается вас обездвижить, сделать вас своей женой. Здесь тоже крайность такая, когда мужчина месяц прошел, а мужчина говорит, выходи за меня замуж. Месяц или два месяца. Все-таки если говорить о сроках, то для того, чтобы мужчина созрел к мысли о том, что он готов взять ответственность за женщину, здесь нужно говорить полгода, девять месяцев, в год. Почему речь идет именно о таких сроках? Все-таки влюбленность, страсть, эмоции, они рано или поздно угасают. А влюбленность, она как раз таки и дана для того, чтобы мужчина и женщина, выстроив свои отношения, общение, постепенно перешли к созданию семьи. То есть создалась семья. И, конечно, хочется сказать девушкам о том, что если ваши отношения уже перевалили за такой временной промежуток, два года, три года, пять лет, но отношения как бы дальше не двигаются, это говорит о том, что они давным-давно обрели иную форму. То есть они уже разрушаются. Они вроде бы есть, но по факту этих отношений нет. Почему нет? Все-таки в затянутых отношениях женщина начинает разрушаться психоэмоционально, начинает разрушаться ее женственность, ее сексуальность, начинает агрессивно реагировать ее тело. Могут начинаться сбои в менструальном цикле, и может проявлять себя психосоматика. Вы можете обнаруживать какие-то болячки необъяснимые для себя. Это все является результатом того, что отношения не определены. То есть женская психика так устроена, что ей везде нужны точки опоры. Женщина хочет знать, это действительно нормально, это безопасно для ее психики. Что ее ждет завтра, что ждет послезавтра. Да, здорово и прекрасно жить здесь и сейчас. Это любимая фраза философов. В чем счастье? Счастье – это здесь и сейчас быть счастливым. Но это, конечно, здорово и круто. Но если опираться только на эту фразу, то мы можем утратить очень важные и ценные состояния. Все-таки если мужчина женщине говорит, давай кайфовать здесь и сейчас, но при этом он не видит в ней будущего, с ней не видит будущего, то это попытка ввести женщину в заблуждение. Все-таки, да, проживать жизнь нужно здесь и сейчас, получать удовольствие в моменте. Нам хорошо вместе, нам классно вместе. Но если мы хотим, чтобы это состояние нам классно, нам хорошо длилось как можно дольше, безусловно, мужчина и женщина должны быть дальновидными. Мы должны смотреть на год вперед, на два года вперед. И вы знаете, когда мужчина и женщина встречаются, то многие из вас, из девушек, думают, что мужчине необходимо действительно несколько лет, чтобы осознать, готов он взять ответственность за женщину или нет. Я вам сейчас даже не как психолог, а как мужчина скажу, что к таким выводам мужчина приходит гораздо раньше. Кто-то может прийти к такому выводу через пять месяцев, через четыре месяца, а кто-то через восемь месяцев, либо через год. Поэтому абсолютно все оправдания, там, у меня нет денег, а знаете, еще мужчины любят, говорят, у меня сейчас, говорить, у меня нет денег, чтобы сыграть такую свадьбу, как я себе представил. И так, как бы мне хотелось. И многие женщины начинают фантазировать. О, видимо, он, наверное, там такую свадьбу себе грандиозную планирует, чтобы там Дженнифер Лопес, наверное, приехала, и еще и Стинг на подпевках у нее был, когда мы будем танцевать первый брачный танец. Вот в таких ситуациях нужно задать вопрос мужчине, а скажи, пожалуйста, а как ты себе это представил? Можешь мне рассказать? Ну что, на каком автомобиле мы поедем в ЗАГС? Что это за автомобиль? А где бы ты хотел отпраздновать свадьбу? А как бы ты хотел это сделать? То есть мужчина, в принципе, должен проговорить это. Мне бы хотелось так, так и вот так. Интересно, да, когда мужчина говорит об этом, у нас сейчас нет денег сделать так, как я себе нарисовал. И вот когда мужчина пересказал свое представление о том, какой должна быть свадьба, можно плюс-минус составить бюджет этой свадьбы. И посмотреть на возможности мужчины. То есть, например, если он зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, а бюджет и дальше как бы роста никакого финансового не планируется, а бюджет той свадьбы, которую он планирует, равен 10 миллионам рублей, как вот он себе придумал, то вы должны понимать прекрасно, что этой свадьбы никогда не будет. То есть он никогда не придет к этому состоянию готовности. Поэтому очень важно не бояться разговаривать с мужчиной, не бояться задавать ему вопросы, не бояться интересоваться тем, как он видит ваше будущее. И смотреть на реакцию мужчины. Все-таки мужчина, который действительно готов с вами вступить в брак, создать семью, союз крепкий, он будет очень, пусть даже не с воодушевлением говорить, да, да, там свадьба, свадьба, дети, но как-то открыт будет к диалогу. И если для него важны ваши чувства, он постарается найти такие слова, чтобы вы были уравновешены, не болтало вас со стороны в сторону. Не забывайте о том, что женщина — это река, которую несет, а мужчина — это берега. Иногда эти берега не структурированы, сам мужчина не структурирован, и он проваливается в отношениях. И тогда женщина начинает растекаться в своих мыслях, в своих догадках, в своих предположениях. И, конечно, если вы не чувствуете такой надежной, такой береговой опоры рядом со своим мужчиной, со своим мужчиной, говорить о том, что он серьезно настроен, мы не можем. Я очень надеюсь, что в этом коротком видео вы получили некоторые ответы на свои вопросы. Если у вас остались вопросы, и вы здесь не получили на них ответы, я приглашаю вас пройти бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Этот курс проходит у нас каждый месяц. Принимать участие в нем можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Главное, чтобы у вас был интернет. Ссылка находится под этим видео, поэтому проходите регистрацию, и вы обязательно получите максимум полезной информации. С вами был Марк Бартон, и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok